Оформить ДТП без сотрудников ГАИ, потери времени и денег. Староскольских водителей призывают начать пользоваться европротоколами. Как и в каких случаях подойдут европротоколы, об этом в нашем следующем материале. Попал в аварию, потерял полдня в ожидании госавтоинспекторов и оформления ДТП. Избежать этого можно, если научиться оформлять европротокол самостоятельно. Такой способ подойдет в случае, когда в аварии нет пострадавших, между водителями нет разногласий и застрахованы оба автомобиля. Сумма ущерба не должна превышать 50 тысяч рублей. Алгоритм действий и особенности оформления европротокола сотрудники ГАИ совместно с аварийными комиссарами показали на примере столкновения двух «Жигулей» на одной из городских автостоянок. Здесь непосредственно заполняется метод без помарок. То есть исправления здесь не допускаются. Главное – правильно отразить момент столкновения и не допустить ошибок при заполнении документа. Обязательно фотографируется, как расположены транспортные средства, примерная привязка, то есть рядом стоящий дом, как бы панорамную съемку или видео, или фото. Схема должна быть хотя бы приблизительная, но она должна отражать саму суть, что произошло непосредственно в момент аварии. И отражается именно момент столкновения автомобилей, а не то, как автомобили разъехались уже после аварии. Каждый участник аварии заполняет европротокол в двух экземплярах. Один направляется в ГИПДД, другой – в страховую компанию. Ничего сложного в оформлении нет, уверяют специалисты. Александр Ситнянский за рулем уже 10 лет. Случалось попадать и в ДТП. Бывало и 3 часа – это минимум, а в основном 5 часов где-то. Стоишь долго, уже мучаешься, уже готов бросить все. Пришел для того, чтобы если вдруг, ну маленькая жизнь бывает, чтобы не его ждать 5-10 часов, допустим, царапина в машине, и мы будем стоять, ждать долго ГАИ. Зачем? Подошел сам раз, раз, раз и разъехались, и пробки не будет в городе. Я считаю, что это нужно, и нужно было бы всем прийти посмотреть. Бланки европротоколов выдаются вместе со страховым полюсом. Оксана Шиманович, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.